Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот уже записываю третий ролик по книге Николая Николаевича Неплюева «Беседы о братстве». Эта книга называется «Путь веры и второй голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Вот она, эта книга. Вот фотография на своем воспитаннике посередине сидит. Это православный мирянин, жил на рубеже XIX-XX веков. Вот я также не прочитал тут, что здесь в этой книге написано «7 лекций, прочитанных Московской Духовной Академии с 25 по 31 января 1907 года». Впервые опубликовано полное собрание сочинений Николая Николаевича Неплюева «Петербург» 1908 года. Первое. Моё понимание христианского мировоззрения. Ваше Преосвященство, дорогие отцы и братья, позвольте, начиная серию бесед об этой академической аудитории, сказать, что самый факт моих бесед в этом месте, перед вами, обладающими гораздо большими меня знаниями в области богословской науки, факт высокознаменательный и высокоотрадный. С вашей стороны, высоко симпатично само желание выслушать изложение итогов жизненного опыта рядового мирянина, вещь научно-богословский багаж, который ограничивается основательным знанием первоисточников Откровения. Мирянина, который эти первоисточники Откровения изучал со страхом Божиим, верой и любовью, как живую правду бытия, возлюбил Бога всем разумением своим, до потребности быть не слушателем забывчивым, а исполнительным слова, до насущной потребности веры, любви, разума и совести посвятить себя и жизнь свою делу оздоровления души народной путем воспитания детей, народов, свободу, славу и достояния Божьим, людьми, способными и жизнь свою сделать достояние Божьим, честно устроя ее на началах веры, действующей любовью. С вашей стороны этот акт христианской любви и доброго христианского смирения. Хотел бы, чтобы вы почувствовали, что и с моей стороны действуют те же побуждения любви и честной решимости, сыновни и братски поделиться с вами опытом силы Божьей, в великих немощах наших совершавшихся. В настоящее время, когда вражда и раздоры достигли высшего напряжения, когда все становится поводом к недоверчивому разъединению, ваше желание дать высказаться перед вами, специалистами-богословами, практическому деятелю из среды мирян, отрадный факт братского единения, придающий настоящим беседам характер праздника братолюбия. Да будет же благословение Господне на нас и на нашем деле любви и братского единения. Да благословит нас Господь дело сие о нем самом, совершить во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господу во славу, Церкви, Отечеству, братству между людьми и душам нашим на пользу, ангелам и святым Царствия Божьего на радость, славу в Ишних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Говорит с вами не сектант, в чем-либо отделяющий себя от Русской Православной Церкви, которая принадлежит, а человек сознательно дорожащий полным единением с Церковью, возлюбивший Церковь до насущной потребности действовать в ней в духе церковного самосознания и честного выполнения своих церковных обязанностей. К стыду и горю нашему приходится осознать, что миряне до того забыли свое ответственное положение в Церкви, до того чужды церковного самосознания и понимания принадлежащих им прав и обязанностей, что именно проявляет церковное самосознание во мне все, что было в моих делах, простой логикой веры и честным выполнением азбучных обязанностей образованного и состоятельного христианина. Многие принимали за нецерковность, за дух сектанства и нежелательное новшество. Говоря это, я тем самым признаю, что мое понимание христианского мировоззрения я считаю не новым открытием, а наиболее православным пониманием жизненной правды Божией и свою программу мирного христианского прогресса, наиболее православным строением жизни по вере, наиболее православным осуществлением правды веры в практике жизни верующих. Бог есть любовь. В святой гармонии Духа Божьего любовь занимает место первое, определяет собой характер свободного изволения воли Божией и неизменность святыни, правды его. Она определяет собой неизменные цели домостроительства Божьего, как подчиненная ей мудрость, неизменность разумных путей к достижению целей, намеченных любовью Божией. Она святая, мудрая любовь. Есть первопричина бытия и конечная цель творения. Как высший разум мира Господь знает абсолютную правду, знает, в чем наиболее разумный путь к достижению высшего и наиболее разумного блага для всего творения, объекта любви его. Как высшая любовь, он именно этого высшего, наиболее разумного блага для всего творения своего неизменно и желает. Это и делает неизменным и волю Божию в противоположность изменчивым капризам воли человеческой, в зависимости от относительности наших знаний и бедного любого сердца нашего, и планы домостроительства Божьего, в противоположность изменчивых наших человеческих программ, столь же изменчивых, как изменчивы в нас понимания правды и капризы себе любивого, бедного любовью сердца. Совершенно определенная, неизменная, конечная цель мира и есть вечное блаженство причастия жизни Творца, причастия всеведению, вдохновению любви, всемогуществу и славе Его. В любви Божией вечное блаженство творения. Бог – полнота совершенства. Все должно быть едино в Нем, чтобы быть полнотой совершенства. Как и Он, без чего невозможно. И вечное блаженство – причастие жизни Его, так как Он свят, и только святой может причастникам жизни Его. В Боге нет никакого разделения. Не может быть никакого разделения и в творении по мысли Божией. Всякое разделение – временный приходящий призрак, уничтожаемый святостью и святым отношением. Будьте святы, как свят Господь Бог ваш. Левит 11 глава 44 стих и 1 Петра 1 глава 15-16 стих. Да будет едино стадо и един пастырь. Евангелие от Иоанна 10-16. Бог – единый источник всех благодатных сил. И в этом залог единства Царствия Божия, единства Царства Благодати, бессилия зла и непреоберимой силы добра, призрачней зла и вечной реальности добра, что так трудно понимается ходящими не верою, а видениями приходящих призраков земного бытия. Разумное основание любви Божьей к творению – свобода воли всех разумных тварей в мире видимом и мире незримом. Свободе воли нашей – нравственное достоинство наше, когда по свободному изволению любви мы алчим и жаждем единодушия с высшей любовью, единомыслия с высшим разумом, мира, становимся свободными рабами Бога Живого, тем восходя в свободу славы чад Божьих. Без этого мы были бы куклами, заведенными Богом на добро, не имеющим в очах Его никакого нравственного достоинства и тем самым не способны внушать к себе никакой любви Творца. Образ и подобие Бога в нас – способность наша быть любящими, как вечное свойство души нашей – воспринимать благодать любви, когда может Господь без насилия над нами прийти и вселиться в нас, где любовь, там и Бог. Образ и подобие Бога в нас – способность быть разумными, вечное свойство духа нашего – воспринимать благодать разумения, когда мы не творим из своего разума себе кумира, смиряем себя до алкания и жажды благодати разумения, и тем даем Богу живому возможность без насилия над нами открыть нам вечную истину правды своей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4.6 Знание надмивает, а любовь научает. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8 глава 2-3 стих Свобода воли предполагает возможность уклонения от единомыслия с высшим разумом мира и от единодушия с высшей любовью. Всякое разномыслие с высшим разумом есть недомыслие. Оно глупо и ведет к скорбным ошибкам и козлу. Всякое отступление от единодушия с высшей любовью – гордость и злоба и ведет козлу и страданиям. Зло и есть свобода от Бога. Когда мы избираем не путь смиренного алканья и жажды правды его, единомыслия, единодушия с ним, а путь горделивого самоопределения, путь блудного сына, ищущего счастья вне дома Отца Небесного, по прихотям своего ума, свободного от единомыслия с высшим разумом мира и своего гордого и злого сердца, свободного от единодушия с высшей любовью. Иного зла в мире и нет, как свобода от Бога, со всеми ее логическими последствиями в практике жизни и взаимных отношениях. Таким образом, в свободе одновременно и основа нравственного достоинства нашего, когда мы свободно избираем добро, единомыслие и ненадушия с Творцом. И основа страшной трагедии мира, когда мы избираем свободу от Бога, свободу зла и преступлений против любви Божьей и планов домостроительства Его, когда мы выходим из единства Царствия Божия, тесно сполоченного цементом любви, при свете любви к Богу всем разумением. Любовь и есть святой цемент, связывающий Творца и все, что достояние Его в творении, в одну любовь, в одно блаженное единство. В любви залог единомыслия и способности по свободному изволению любви, непрестанно воспринимая нисходящую от Господа благодать, становиться святыми, как свят Господь Бог наш, способными быть причастниками жизни Его, блаженными причастниками вдохновения любви Его, всевидения, всемогущества и славы Его. Любовь и есть верховный мировой закон вечной истины правды Божией, верховный завет откровения Божьего, верховный завет христианской нравственности, любовь, полнота, совершенство. Колосиным 3 глава 14 стих. Любящий исполнил закон. Римлянам 13.8. Языки умолкнут, и знание упразднится, любовь же пребывает вовек. 1 Коринфянам 13.8. Ныне пребывает три сии, вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13.13. Любовь – святыня только для любящего. Нелюбящий не только не ценит любовь, но и тяготится всяким проявлением любви к нему. Отсутствие в нем любви ставит его в альтернативу или покаяться, стать алчащим и жаждущим благой любви и тем открыть душу свою для притока благодати, или ожесточиться против любящих, возненавидеть их, стать по отношению к ним клеветником, чтобы себя оправдать, и обольстителем, чтобы не быть одиноким во лжи и злобе своей. Именно этот психологический процесс и лежит в основе всей мировой трагедии, бесконечно повторяясь как в великом, так и в малом, во всей области мира сего, того мира, который весь возле лежит. 1 Иоанна 5.19. И попущен Богом, как свобода опыта жизни, блудных сынов вне дома Отца Небесного. Это случилось со святоносным ангелом Люцифером, когда Он возгордился и перестал жить смирением благовейной любви к Богу Живому. Любовь – вечная правда. Перестав любить, Он стал отцом лжи, сам став ложью. Любовь – блаженная жизнь в Боге. Перестав любить, Он умер для Бога и Царствия Божьего. То было самоубийством. Перестав любить, Он закрыл душу свою для притока благодати и любви и остатки любви. Инстинкт любви – вечное свойство вечного духа своего. Образ и подобие Бога в себе украл у Бога, сосредоточил на себе. И это стало скверной гордости и себелюбия в Нем. Он стал клеветником и обольстителем, исконным человекоубийцей и ангелоубийцей для всех тех, кого соблазнил стать сынами противления, кого убил для Бога, любви Божией и блаженства, причастия жизни Его. Им грех в мир вошел, и грехом смерть. Нет иного зла и греха в мире, как измена любви Божией. Вот почему грешников в откровении называют прелюбодеями и грех блудом. Тот же психологический процесс постоянно повторяется и во всех мелочах жизни сынов противления. Пока они не покаятся, не смирят себя до любви, до алкани и жажды благодати и любви, до желания хотя бы последним рабом вернуться в дом Отца Небесного, вновь стать причастниками блаженной жизни Царствия Божьего. Когда Люцифер по свободному изволению воли своей избрал свободу зла и преступления, свободу быть ложью, клеветником, обольстителем и человекоубийцей, постигло его проклятие Божие. Он получил свободу от Бога, прекратился приток благодати. Из Люцифера он стал сатаной, из сына света стал отцом тьмы. И совершилась правда, прекратилось всякое общение света с тьмою. В этом и состоит проклятие, коим карает сынов противления Бог-любовь. Он предоставляет им желанную ими свободу от себя, лишает их притока благодати, предоставляет им на опыте изведать все логические последствия безблагодатности и не обманывает их, сам оставаясь неизменной правдой. Он проклинает их в делах и всю область жизни их, налагая и на нее печать отвержения, скорбь и позор свободы от Бога. «Когда наши прародители Адам и тот помощник его, который после грехопадения стал женой его, поддались соблазну возгордиться и стать как Боги, свободу от Бога, свободу познания добра и зла, предпочли единомыслию, единодушию с Богом святым и себя вообразили умнее и лучше Бога, устыдившись перед Ним наготы своей, Господь и им дал желанную ими свободу от себя, исполнил желания гордых и злых сердец их, надел на них кожаные одежды тела земного, святой Григорий Богослов, и предоставил им испытать жизнь вне Дома Отца Небесного, на земле, проклятой в делах человеческих». Бытие 3.17 «И везде в мир Божьем правда, в Царстве Божьем, правда любви Божьей, правда логики любви и мудрости Божьей, правда единства, блаженства и славы. Это и есть Дом Божий, несокрушимая твердыня Иерусалима Небесного, великое братство ангелов и святых Царствия Божьего, тесно сплоченного цементом любви, в одно блаженное единство, в одну любовь, в одно всемогущество, в одну славу. Вне Дома Божьего, в мире всем, проклятым в делах сынов противления, правда свободы от Бога, свобода от единомыслия с высшим разумом мира и от единодушия с высшей любовью, правда разделения, правда логики гордыни и злобы, себялюбия и корости, правда борьбы за существование, правда позора и скорби, правда болезни, старости и смерти тел, предоставленных свободе физических законов, на свободе от попечения любви Божией, пребывание блудных сынов, получив свободу от Бога в мире вещей, не получивших свободу от Бога, было бы ложью и обманом. Господь сотворил правду, прокляв землю в делах человеческих и дав испытать правду всех логичных последствий безблагодатности на свободе от Бога в мире земном, тоже свободном от Него. Вот чего не понимают слишком многие христиане, вот почему для столь многих из них зло мира сего, торжества зла, приходящих к призракам земного бытия. Такой соблазн на неверие, такая помеха тому, чтобы вера была светом разума для них. Вера подменена суевериями, не разумляющими ни жизнь, ни смерть, ни добро, ни зло, ни славу Божию, ни скорбный позор земного бытия, питание рожками со свиньями, притчи о блудном сыне. Непонятное остается для большинства христиан и сама притча жизни нашей во плоти. Тело наше, то грубое, видимое и осязаемое нами тело, которое по изъяснению святого Григория Богослова и есть те кожаные одежды, которые были одеты на наших прародителей, устыдившиеся наготы свои перед Господом, когда совершилось правдой знания их из рая. «Прах земли, о котором и говорится людям, ставшим негодной плотью, прах еси и в землю одыдейши». Этот бесформенный и сам по себе не имеющий никакой жизни прах, пока находится в общении с Духом нашим, прославлен славой Его, являя собой красоту живого тела человека. Как только порывается таинственная связь Его с Духом нашим, Он выходит из организма нашего без всяких признаков прежней красоты, являя собой смрадную грязь прижизненных выделений и посмертного трупного разложения. Буквально то же происходит и в жизни мира. Все мы, все творение, относимся к Богу, как прах материи относится к Духу нашему. В единении с Богом, крепко связанной с Ним цементов любви и постоянным притоком животворящей благодати, мы прославлены славой Божией, мы причастники жизни Его, выполняя предназначение наше быть причастниками и вечного блаженства, всемогущества и славы Его. Как только порываемся порывается эта благодатная связь, мы становимся пылью мира, позорной смрадной грязью Его. Одна любовь может восстановить благодатное единение с Богом, крепким цементом связать нас с Ним, сделать нас телом Его, телом Христовым, вновь сделать нас причастниками славы Его. Все это азбука веры, простая логика истинного откровения. На этих азбучных истинных веры мне необходимо было остановиться, чтобы изложить мое понимание их при свете мирового закона любви, так как эти азбучные истинные откровения одухотворяются тем же духом жизни, понимаются только при свете того же животворящего закона любви. В отсутствие связующего цемента этого верховного закона эти азбучные истины откровения лишены духа жизни и внутренней духовной связи. Они могут быть известны и не быть светом разума, что я и на себе испытал. Стали для меня все эти азбучные истины христианского откровения светом разума только тогда, когда я уразумел житворящий дух их при свете разумения верховного мирового закона любви. Тогда все стало просто и понятно, все оразумилось, все из соблазна стало назиданием. Везде я понял правду Божию и в вечном блаженстве уготован для любящих Его. И в скорбном позоре жизни земной, и в вечной реальности добра, и в свободе скорбного опыта временно торжествующего зла и в плане домостроительства Божьего. Это и есть та азбука, та таблица умножения христианского мировоззрения, усвоив которой легко прочесть всю книгу жизни. Подробно выяснив мое понимание этих основных истин, я считаю себя вправе очень кратко говорить о всем остальном уверенной, что вы поймете меня на полусловии и вынужден говорить полусловами, чтобы не выйти за пределы уделенного мне времени. Мы здесь на свободе от Бога и все в мире сием носим на себе печать отвержения этой свободы, почему мир сей весь возле и лежит. Положение наше в мире сием ярко изображено в притче о блудном сыне. Мы на свободе от Бога можем свободно отрицать самое существование Его, быть вполне свободными от единодушия, единомыслия с Ним, от мудрости и любви, всячески бесчинствовать и беззаконничать. Но Господь остается верен самому себе и не хочет для себя свободы от любви к нам. Дело Божье на земле и состоит в постоянных призывах к примирению с Ним. Промысел Божий состоит в постоянном благодатном воздействии церкви Его без малейшего насилия над свободной волей, хотя бы и на добро. Все в мире Божьем встроенная гармония. Любовь Божия представила верных Ему ангелов-хранителей, каждому человеку, каждому делу, соответствующим планам домостроительства Божьего. Люди доброй воли по свободному изволению любви откликаются на призывы этих посланников Божьих. По свободному изволению любви отдают себя в их распоряжение. Становятся избранниками Божьими, орудием в руках Его, соработниками Его, пером Его, глазом Его. Через них Он говорит людям правду свою, проявляет на земле любовь свою. Еще здесь, на земле, вне дома Отца Небесного, они уже достояния Божие. Царствие Божие внутрь их есть. Луки 17, 21. Мир сей их не принимает и не может принять, пока остается миром сим. Он злобствует против них, клевещет на них и гонит их, пока не покаятся в свободе злобы своей, в свободе гордости и своей воли самоопределения. Претерпевший до конца спасется. Матфея, 10 глава, 22 стих, и 24, 13 стих. «Станет целью цельно достоянием Божиим, соделает цельно и ум, и сердце, и жизнь свою достоянием Его, будет светом мира и солью земли. Это и есть народ Божий, люди взятые в его дел, царственность священства». 1 Петра 2, 9. «Духовные камни Церкви Божии ветхозаветные избранники с обрезанным умом и сердцем, новозаветные христиане с умом и сердцем крещенными, духовно свыше родившихся. В этом мире вера и есть любовь к Богу, насущная потребность любящей Бога души. Живая вера не может не проявляться делами веры, подвигом любви. Вера без дел мертва есть». Иакова 2, 17. 26 стих. «Подвига любви нет там, где не любят Бога, всем разумения, где не чувствуют потребности жить по вере, действующей любовью, где не осуществляют гармонии братского единства. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иван Глятьяна, 13, 35. «Будьте братолюбивы с нежностью». Римлянам 12, 10. «Кто по свободному изволению злой воли избирает свободу зла и преступлений, свободу горделивого самоопределения и широкого проявления своей индивидуальности без всякого отношения к ее нравственным достоинствам, тот изменил любви к Богу, не дорожит единомыслием и единодушием с Ним, прелюбодей по отношению к Богу, грешен и грехолюбив, нечист и на все в себе, в жизни своей, на все до чего прикасается, накладывает позорное клеймо своей нечистоты. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть». 1 глава 15 стих. «Это и есть сыны противления, сыны тьмы, это и есть ветхозаветный народ жестоковыйный, с медным лбом и необрезанным сердцем». Это и есть новозаветные антихристы, о которых сказал апостол Иоанн в послании своем. «Вы слышали, что придет антихрист? Они и теперь уже есть между нами, они были наши, но вышли от нас и тем обнаружилось, что они не наши». 1 Иоанна, 2 глава 18-19 стих. «Антихристы, следовательно, не только отрекшися от Христа, но главным образом отрекшися от Христа, не только сознающие себя неверующими, а главным образом отринувший завет спасителя мира. Один у вас, учитель, Христос, все живы, братья». Матфея 23,8. «Слова, о которых говорю я вам, суть дух и жизнь» Иоанн Гриатриана 6,63. «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанн Гриатриана 4,23. «Те, которые подменили животворящий дух веры в Бога живого, животворящий дух заветов Христа Его, животворящий дух земной воинствующей церкви их, мертвящие буквы кумиров ели-ка на земле внизу, забыв предупреждение апостола, «Буква мертвит, а дух живетворит». 2 Коринфянам 3,6. «Безразлично сотворили ли они себе кумира на небеси и горе, извратив понимание Бога живого по прихотям своего злого, корыстного и глупого сердца, не возлюбив Бога всем разумением, а создав представление о нем по образу и подобию своему, или сотворили себе кумира ели-ка на земле внизу, из буквы Писания, догмата, обряда и тема клеветали, оглупили, извратили до неузнаваемости понятия о Боге истинном, о правде Его, Христе и Церкви Его. Все они отрицают Бога живого, одни потому, что не видят и не любят Его, другие потому, что вместо Него сотворили себе кумира. Все они одинаково отрицают Христа и не способны исповедовать Его перед людьми. Все они одинаково признают правду Его за неощуствимую утопию, одинаково не признают для себя обязательным прикротости голубины, быть мудрыми, как змеи, не понимают необходимости для сынов света обособления от сынов тьмы, чтобы не делаться участниками их дел тьмы, не понимают невозможности общения света с тьмой, на сколько свет этот действительно свет от света небесного, не признают обязанности жить по вере, действующей любовью. Все они одинаково антихристы, противники Христа, правды Его и Церкви Его. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Яна 4.1 По плодам их узнаете их. Матфея 7 глава 16-20 стих. Плод кающихся блудных сынов, живая вера в Бога живого, живая вера истомившего по Нему и по Дому Отца Небесного, в позоре и унижении жизни земной, где Он чувствует себя странником и пришельцем, на личность насущной потребности быть достоянием Божьим и жизнь свою делать достоянием Его, ходить верой, а не видением. Быть алчущими и жаждущими осуществления правды Божьей на земле. При этом абсолютно невозможно изменять свою измену Богу умом, сердцем и жизнью. Абсолютно невозможно сомневаться в осуществимости правды Божьей и подменять вопрос о том, как наилучше, наиболее разумно, наиболее согласно Верховному Завету Любви осуществлять ее. Нелепым для верующего вопросом о том, надо ли и можно ли быть верными Богу и осуществлять правду Его. Плодом этих сынов света естественно и неизбежно будут, как простая логика веры живой и насущной потребности любящего Духа. Возрастание от веры в веру, от любви в любовь, от разумения в разумение, честная жизнь по вере, действующей любовью, подвиг любви, как проявление веры живой, небесистемная благотворительность, неуживчивость со злом, тем более не оправдание зла, а потребность все и всех сделать достояние Божиим, как естественное проявление христианского милосердия, присвятие любви к Богу всем разумением. Плодом их, следовательно, будет мир, обособление от зла и злых, братское единение добрых на дело мирного осуществления добра в духе апостольского завета. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра 2, 17 Плод блудных сынов нераскаянных, гордость, самоуверенное и самодовольное хождение неверую, а видением приходящих призраков земного бытия, которых и признают реальностью, изучением и знания которых и называются интеллигентностью. Это и есть те знания, которые надмевают, сообразование с которыми и устроение жизни, по которым и называется культурностью. Это и есть тот боевой прогресс, прямо противоположный мирному христианскому прогрессу, в силу которого дети мира сего полагают разумными злыми путями стремиться к торжеству добра, ненавидеть во имя любви, совершать насилие во имя свободы, проповедовать анархию во имя осуществления идеального порядка и требовать от других того, чего сами не исполняют. Из этого в результате только и получается та суета-сует, при которой избыток этой культуры приводит к бесноватности и человечество неизменно бывает постыжено на путях свободы зла и самоопределения. Плодом их таким образом является многобожие самоопределяющихся индивидуальности, которых Бог чрева, та индивидуальность, широкое проявление и развитие которой и признается неотъемленным правом самоопределения. У каждого свое чрево, своя самоопределяющая индивидуальность, плодом чего только и может быть полная невозможность единомыслие, единодушие, что и возводится в принципе как естественное проявление свободы и искренности. Плодом чего неизбежно является хроническая и беспросветная борьба всех против всех и возведение в доблесть. По законам этой борьбы гордости, злобы, корости, коварства, целесообразной лжи, клеветы, грубости и мстительности. Вот те единства реальные две партии человечества перед судом правды Божьей. На какие бы подпартии они не делились, какие бы эти подпартии не были далеки от понимания своей солидарности, в очах Божьих есть только две партии сыны света и сыны тьмы, достояние Божье и сыны противления, друзья Божьи и друзья мира сего, враги его. Со времени пришествия в мир Единородного Сына Божьего, Спасителя мира, света от Света Небесного и основания Церкви Христовой, христиане и антихристы. Церковь в Ветхозаветне делала святое дело миротворчества при свете закона, пробуждая сознание греховности. Буква закона сообразовалась с понятиями детей земли и была изложена на понятном лепете того поколения, которым говорили глаголы жизни вечной избранники Божьи. По жестокосердию вашему говорил вам Моисей, животворящий дух закона и в Ветхом Завете был все тот же, вечная неизменная правда Божия, любовь к Богу всем разумением, всем сердцем и всей крепостью и любовь к ближнему как к самому себе. Левит 19 18 и второзаконие 6 5 Будьте святы, как свят Господь Бог ваш. Левит 20 глава 7 стих Возлюбившие Бога до ревности становились избранниками Божьими, говорили глаголы жизни вечной, когда Дух Божий был на них, пока не говорил им Господь. Прилипнет гортань язык твой, и ты не будешь говорить им слова Мои, потому что они мятежный род. Они говорили, вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, избери жизнь. Второзаконие 30 глава 19 стих Их ненавидели за это, отстаивая от них свою свободу самоопределения. Их всячески злословили и гнали при жизни, побивали камнями и затем, предав мучительной смерти, украшали гробы их, поклонялись им, корыстно делая из них славу свою, корыстно выправши себе великие и богатые милости. Как и Бога называли, Господи, Господи, и чтили Его языком, в то время как сердца их далеко отстояли от Него, далеко не были достоянием Его. Исайя 29.13 Матфея 15.8 Марка 7.6 Вот почему суе чтили Его и оставались разрозненными, умными на зло и глупыми на добро, пылью, негодной для созидания. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает детей своих под крылья, и вы не захотели, потому оставляется дом ваш пуст. Матфея 23.37-38 Луки 13.34-35 Немногие представители грешного и грехолюбивого человечества становились достоянием Божьим, святыми ревнителями о правде Его. Еще меньше число становилось избранниками Его, сотрудниками Его в деле миротворчества по плану домостроительства промысла Его, теми, через которых Он мог говорить правду свою и являть славу любви своей без насилия над ними. Громадное большинство оставалось в большей или меньшей степени более или менее сознательно с сынами противления, народом жестоковыным, с медным львом и сердцем необрезанным. Это не было неожиданностью для ведущего Бога. Он знал, что так будет. Когда наступило по мысли Божьей остающийся для нашего человеческого ума тайной, полнота времени воссиял на земле свет от света небесного и ненародный Сын Бога живого, Спаситель мира, Господь Христос Иисус. Он принес на землю полноту откровения, был высшим проявлением любви Божьей к сынам противления, совершил высший подвиг любви и основал церковь новозаветную, оставаясь неизменно верным вечной истине правде Божией, по-прежнему не производя никакого насилия над свободой воли сынов противления. Он принес мир для людей доброй воли, на земле мир в человеках благоволения, и меч, и разделение для сынов противления, по неизбежной логике невозможности общения света со тьмой, необходимости обособления сынов света от сынов тьмы. Вот почему церковь Христова и Царствие Божие подобны зерну горчичному, постепенно возрастающему в большое дерево, по сене которого умеют укрыться птицы небесные и закваски постепенно вскисающие. Вот почему несмотря на то, что поведана земле полнота откровения и что все дело спасения совершено Христом, не почила церковь Божия от дел своих, постоянно возрастают силы благодати члена ее от веры в веру, а любви в любовь, от разумения в разумение, от правды жизни и по вере в высшую правду Царствия Христова, по мере того, что могут вместить по свободному изволению веры и любви. Показал ученикам свою славу свою, якоже Можаху, показал ученикам свою славу и настолько они могли вместить. У верующего в меня чревые источники воды живо истекут. Иван Гриотиана 7.38 Иван Гриотиана 14.12 И пребуду с вами во все дни до скончания века. Матфея 28.20 Вот почему ту же букву полноты откровения верующим живой веры свойственно понимать все выше, шире и глубже, именно в сравнительной высоте, широте и глубине этого понимания, имея непреложные доказательства высшей правды этого понимания и высшей жизненной правды жизни по этому пониманию. В чем удостоверяются все те, которые станут и слушатели забывчатыми исполнителями слова. В это естественный непрестанный рост Церкви Христовой долженствующий приводить все к высшему пониманию правды Божьей, все к более разумному и честному осуществлению этой правды в жизни верующих. Именно потому с другой стороны в силу той же свободы не нарушенной делом спасения Христос стал для одних на восстание, для других на падение. И само дело спасения стало для одних камнем исповедания, краеугольным камнем Церкви, для других камнем притыкания и камнем соблазна, одним во спасение, другим в суд и в осуждение. Если бы не видели и не слышали, то не имели бы греха, а теперь не имеют изменения в грехе своем, потому что и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего небесного. Иван Гриотиана, 15 глава, 22 по 24 стих. И в новозаветной церкви первых больше, чем вторых. И все сохраняют свободу проявлять добрую и злую волю свою, не только оставаясь вне церкви, но и бесчинствуя на лоне церквей поместных, которым по букве принадлежат. Вот почему не приедет Царствие Божие с соблюдением всего Царствия Божия внутри вас есть. Полнота откровения, принесенная Спасителем мира, главным образом выразилась в замене многоразличных по букве законов Церкви Ветхозаветной, единой Верховной Заповедью Церкви Новозаветной, заключающей в себе полноту откровения Животворящего Духа всех законов Ветхозаветных. Из буквы законов Ветхозаветных Сыны Противления, завладевших ключами Царства Небесного, сами не входя в Него и желающих войти не допуская. Матфея 23.13 Луки 11.52 Создали цепи рабства подзаконного и сделали Церковь Ветхозаветную не плодящей. Христос пришел в мир и вид истинный свет Животворящего Духа Любви Божией. Вся его жизнь земная, все дело жизни его и все учения были одним сплошным призывом от рабства подзаконного, свободу славы от Божьих, от прелюбодея хождения блудного сына во след кумирам, елика на земле внизу, той буквы мертвящей, поклонники которой, принося жертвы Богу и проповеду Мессию в синагогах, оставались до того чуждыми ему по духу, что возненавидели, оклеветали и распяли Мессию Бога Человека, поклонению Богу в духе и истине, хождению верою о невидении. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не только как самих себя, но больше себя, до готовности пострадать и претерпеть позор смерти крестной. Так и вы да любите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Свобода и в церкви новозаветнее осталось полное. К свободе призваны вы братья, Галатам 5.13, где дух Господень, там свобода, 2 Калимфинам 3.17. Все дозволено христианину. 1 Калимфинам 6 глава 12 стих и 10 глава 23 стих. Граница этой христианской свободы добро. Единый высший закон добра любовь, без которой никто не имеет права считать себя христианином и пользоваться христианским правом свободы, не признавая за собой христианской обязанности любить. Никто не способен пользоваться свободой, не злоупотребляя ею, никто не способен сбросить с себя цепью рабства подзаконного, как бы он не возмущался этими цепями, какими бы крамольным рабом не был. Злоупотребление свободы вызывает необходимость цепи рабства подзаконного. Залог способности пользоваться свободой, не злоупотребляя ею одна любовь, притом любовь христианская, присвятили любви к Богу всем разумением, что одно гарантирует ее доброкачественность. Рядом с этой свободой добра широко проявляется налоне новозаветных церквей, поместных и свобода злой воли, свобода зла. Называясь христианами, продолжает обогатворять кумиров, ели-ка на земле низу. Не только не любят Бога всем разумением, не только не считают для себя обязательным жить по вере, действующей любовью, но упорно отвергают единый верховный завет христианского откровения, упорно предает по руганию правду Христову, оправдывая зло, признавая нормальным явлением радикально антихристианского рутину жизни, инстинктивно ненавидя всякую попытку осуществить христианскую правду и громко обзывая правду Божью неощуствимой утопией. Делают они это двумя способами, постоянно бросаясь из одной крайности в другую и делая с точки зрения этих крайностей одинаково нелепым, неощуствимым все, что по правде Божией есть путь истинной жизни. Одна из этих нелепых крайностей стоит в полном отрицании животворящего духа веры при непомерной требовательности соблюдения буквы мертвящей. На луне христианство остается ветхозаветными законниками, книжниками, фарисеями и садвюкеями, с прибавкой ко всему этому еще и манихейства в форме дурно понятного шаблонного аскетизма. Вера при этом не только не становится светом разума, но и совсем упразднена настоящим фетишизмом, культа кумиров елика на земле низу под видом многообразной мертвящей буквы. Точное знание и точное соблюдение которые будто бы и гарантируют право вере и дело вечного спасения о церковном самосознании в форме понимания определенного христианского мировоззрения, определенного христианского идеала, определенной христианской этики и определенной христианской программы бесконечного мирного прогресса, в направлении разумного устроения жизни по вере, действующей любовью. Тут, конечно, и речи быть не может. Малейшее пробуждение церковного самосознания, малейшее озарение ума и сердцем светом разумения, животворящего духа веры, неизбежно приводит к обнаружению нелепого идолопоклонства, скрывавшегося под этой формой понимания христианства. И потому оно неизменно признается вредными новшествами, нецерковностью, сектанством и самочинной попыткой стать исправителем церкви, всеми теми, кто оглупил веру во Христа до полного единомыслия и единодушия с светкозаветными книжниками и фарисеями, распявшими живого Христа, которого они же проповедовали под именем Мессии в своих синагогах. Конечно, и в жизни при таких обстоятельствах никакого христианства нет, никакого духовно-нравственного влияния на прихожан быть не может. Нет даже и сознания нравственного долга для пастырей руководить посонными на пути честного устроения жизни по вере, действующей любовью. Все сводится исключительно требуя исправления, изучению и строгому соблюдению буквы мертвящей и спасительным благочестивым упражнениям аскетического и благотворного характера. Совесть усыплена. Живой Христос обращен в бездушного кумира. Вера из правды жизни не изведена до лжи христианской буквы, прикрывающей собой чисто языческий склад умов, сердец и жизни. Удивительно ли, что христианство оклеветано самими христианами и что христианские школы становятся рассадниками атеизма и непримиримости и враждебности по отношению к церкви всех тех, которые это понимание христианства признают за нормальный установившийся уклад жизни христианских народов? Коснее в этом понимании христианства нельзя не быть претенциальным абскурантами. Каждая школа, сколь-нибудь развивающая умы, вызывает более сознательное отношение к вере и жизни, представляет для их понимания церковности и церковного уклада жизни смертельную опасность. Всякая степень сознательности неизбежно приводит к обнаружению чудовищной нелепости и их подделке христианства, подрывает доверие и даже приводит к озлоблению по отношению ко всем тем, кто эту подделку выдает за веру, истинную, оправдывает и поощряет. Ни умы, ни сердца, ни дисциплинированы, ни упорядочены любовью, как и вся жизнь этих номинальных христиан. Все роды, труда и все социальные отношения, их имеют основой своей не веру и любовь, а грубую борьбу за существование, страх и корысть, как единственное сдерживающее начало. Разумное воспитание умов и сердец к добровольной дисциплине любви, разумное устроение жизни на началах веры, действующей любовью, все это признается опасными утопиями и ненужными новшествами этими своеобразными христианами. Действительно, все это не нужно для строгого соблюдения буквы мертвящей и опасно для ее обоготворения. Логичные последствия такого положения вещей во всех христианских странах налицо. Умы, неупорядоченные любовью, развиваясь в христианских школах, способны только отрицать очевидно нелепое искание христианства, выдаваемое ими за абсолютную истину бытия. И на этой стадии отрицания они и останавливаются, не возвышаясь до истинной веры по неспособности стать на точку зрения любви, без которой нельзя понять ни Бога живого, ни правду его. Сердца, неупорядоченные любовью, полны гордости, себелюбия и злобы. Вот истинная причина того, что за ничтожными исключениями громадное большинство христианских школ во всех христианских странах плодят атеизм и в жизни приводят к анархии грубой, злобной, неразборчивой на средства борьбы политической, экономической и социальной. Вот главная причина того, что все христианские народы все менее и менее способны понимать слова Спасителя мира и Вечного главы Церкви Христа. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга, потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иван Галятияна, 13 глава, 34-35 стих. Милости хочу, а не желаю.